Уважаемые любители моих пищеварительных опытов, я уже запас достаточное количество груш для настоек, и теперь занимаюсь подготовкой к их сушке. Тем более, что у меня появился блестящий инструмент, видите какой, который позволяет очень точно нарезать, выдирать серединку из яблочки, то есть нарезка особенно удобна и приятна. Это позволит мне высушить целые половинки груш в сушилке. Правда, это удлинит на полдня эту скорбную работу, но зато у меня будут замечательные сушеные груши. Я вообще каждый год их сушил, ну, в этом году решил начать опыты по изготовлению толстячков. Они просто поинтересней, посочней, ну и повкусней. Инструмент, как вы понимаете, мне достался из моего похода на замечательное явление природы еще из 90-х годов, а именно саратовской толкучки. Вот посмотрите, что там творится. Это потрясающее место, где ты как бы на машине времени погрузился в историю 90-х. Там огромное количество людей, которые занимаются, как и положено на толкучем рынке продажей, кто во что горастет. Но самое главное не это. Самое главное, что такой рынок, за что я крайне признателен саратовским властям, он создает людям среду общения. Ну, где нормальному человеку пообщаться? Ну, что, в кабаке, что ли? Ну, как-то это не по-нашенски. В кабаках там определенный тип людей бывает. Молодежь свежеиспорченной западной культурой. А здесь совсем другая история. Средства для общения. Когда-то, много лет назад, я, придя на Тушинский еще в те времена электронный рынок, увидел сценку блестящую, когда мужик, торгующий пазухами, отказался продавать такое устройство оптовому покупателю, сказав, а сегодня суббота утро, а что здесь буду два дня делать, если у меня товара не будет? Вот. То есть, иначе говоря, это не столько рынок, не столько безобразие, разложенное на тряпочках, а это среда общения, это культурологический срез нашего народа. И доступ к этому занятию – это очень важно. Вот такой инструмент я там и приобрел. Кстати говоря, очень многие меня спрашивают, а что это такое, как это я там препарирую своих замечательных новобранцев. Я имею в виду стерлядей, за которыми я катаюсь туда. Препарирую очень тщательно. И сейчас об этом кратенько расскажу. Уважаемые слушатели и зрители, для препаровки стерлядей я буду использовать инструмент, который на самом деле производится здесь же, в Саратове. На огромном блошином рынке, что является экзотическим явлением современной России, я нашел мастера-инструментальщика, который выпускает чудеснейшие инструменты, так нужные мне для препаровки, особенно низших позвоночных. Ну и сейчас, значит, вооружившись этими инструментами, мы постепенно перейдем к препарированию мозга стерляди. Итак, для начала нам необходимо сделать небольшую щель. Поскольку мозг располагается вот здесь примерно, нам лучше взять за первым как бы шипом. Полноценно на всякий случай и умертвить животное, поскольку мы по натуре гуманисты. Ну а во-вторых, надо будет нам снимать вот эти самые жучки. Ну и начинаем это делать. Хорошая стамеска, остро заточенная, является залогом в данном случае анатомического успеха. Я и произвожу вскрытие костных жучков. Здесь также надо полезно почистить. В мою задачу в данном случае не входит препаровка всех черепно-мозговых нервов и прочих интересных частей мозга и черепа стерляди. Такая задача не стоит. Но, тем не менее, я стараюсь всегда брать материал пошире. В том смысле, чтобы определить выходы черепно-мозговых нервов и лишний раз проверить, а не напортачили ли, господа классики. В нашем скорбном деле. Не пропустили ли они чего? А то это часто случается. Напортачит какой-нибудь один клоун немецкого происхождения в 19 веке. А потом все остальные оболтусы и бездельники с очень известными именами начинают переписывать из книжки в книжку. Вот это плохо. С этим надо бороться и при каждой препаровке проверять величие Видерсгейма, Шмальгаузена и всех остальных замечательных ученых, которые о многих вещах просто еще в те далекие времена не догадывались. Итак, мы добрались до хрящевого черепа. Вот оно. Этот хрящевой череп скрывает, собственно, мозг. Здесь мы видим два глаза. И кое-где здесь просматриваются даже обонятельные нервы, идущие сюда и сюда, то есть к обонятельным полостям. Надо напоминаю вам, что мозг – это достаточно нежная в структуре. Часть чуть плотнее воды, поэтому он такой жиденький, как в свое время говорил Феликс Янович Дзержинский, профессор кафедры зоологии позвоночных Московского университета. Он похож на такой творожок. Ну, к творожку это отношение, конечно, не имеет, но субстанция достаточно нежная. Я аккуратно специальным инструментом прорезаю хрящевой череп, так, чтобы он сохранил черепно-мозговые нервы. Ну, вот, и вырезаю его единым комплексом. Почему? Потому что я очень хочу видеть комбинацию выходящих из мозга нервов и их взаимные отношения. Вот, собственно говоря, я близок к завершению своего скорбного труда, что позволяет мне перейти к фиксации. Ну, а здесь вы видите остатки, жаберный аппарат, основание, череповод. Здесь, собственно говоря, находится мозг. Я его выдрал видеть очень удачно. То есть смогу в дальнейшем, после фиксации, отпрепарировать хрящевой череп и использовать его для работы. Итак, вы посмотрели, как я добираюсь до хрящевого черепа стерляди. Видите, дело сложное, потому что мощные такие жучки, то есть костные образования кожи, которые у нас потом утопли в кожу и сделались костями черепа, приходится с трудом удалять специальным инструментом. Возникает вопрос, а зачем это нужно? Это нужно за тем же, зачем я работаю и с миногой. Это нужно для понимания эволюции нашего мозга, потому что закономерности этого процесса одни и те же. А понимание этих процессов даёт ключи как пониманию человеческого сознания, так и закономерностям эволюции головного мозга. Мне кажется, это может быть интересно не только учёным, но и далёким от науки людям. Следите за роликами, и я впоследствии расскажу, как этот мозг имеется в виду у стерляди устроенный, чем он отличается от других мозгов, то есть других первичноводных животных. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Надеюсь, вам было интересно. посмотреть, как профессора работают ручками. Счастливо! Не скучайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...